Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своем заказе в компании Avon по 14 каталогу. Изначально я вообще не собиралась делать этот заказ. Каталог был не такой уж, чтобы интересный. Решила я его пропустить, но наступили холода, отопление на тот момент еще не включили. Я поняла, что мне просто холодно спать по ночам, пижамы у меня нет, а в каталоге она есть. Такая интересная, симпатичная пижама, кофточка, штанишки, стоимость причем небольшая, 1200 рублей. Ну и я решила, что ладно, сделаю я заказ только ради этой пижамы. Ну, конечно, пришлось там кое-что еще прикупить, чтобы была хоть какая-то более-менее приличная скидка. Пижама мне понравилась. К сожалению, самого каталога 14 у меня на руках нет. Пижаму я на себе демонстрировать не буду, но покажу вам ее на картинке. Я думаю, вы поймете, о чем я веду речь, особенно те, у кого каталог на руках. Вот такая вот симпатичная пижамка. В 14 каталоге было представлено три пижамы. Все они, ну, кроме одной, да, из 100% хлопка. Такие симпатичненькие, но у двух пижам были манжеты на штанишках внизу. И очень широкая горловина. Эта пижама единственная с прямыми брючками и с более-менее такой горловиной поуже. Хотя, честно говоря, декольте тут тоже немаленькая. Симпатичная вещица. Тепло в ней будет спать. Очень порадовал, конечно же, состав. К сожалению, в кадр вся эта пижама не влезет, но кое-что я вам, конечно, показать смогу. Горловина, повторюсь, довольно большая. Симпатичный принт в виде котенка. Такая она очень миленькая, очень приятная на ощупь. Швы прекрасно прошиты. Все сделано очень-очень хорошо. Так, давайте скажу вам, какой у меня размер. По каталогу самый маленький размер это 40-42. Параметры грудь 84-88, бедра 90-94. Но я уже не первый раз заказываю одежду в компании Avon. Я знаю, что она большимерит. Поэтому взяла самый маленький размер. Хотя, все равно боялась, что она мне будет велика. Но нет, именно эта пижама села на меня просто идеально. Нигде не жмет и при этом нигде не болтается. Отличный вариант. Спать будет очень удобно и комфортно. Брючки тоже прошиты очень хорошо. Резинка достаточно широкая, не давит. Просто отличная вещь за такие деньги. Да, можно было примерно за ту же сумму купить все это в каком-нибудь магазине или на рынке. Но зачем мне это нужно, если есть такое шикарное предложение у Avon? Потрясающая вещь. И да, вот еще хотела такой момент отметить. На самой упаковке. Эта пижама идет завернута в полиэтиленовую пленку. На самой упаковке и на ярлычке внутри самой этой пижамы указан другой размер. Можно видеть, что русский размер это 40-42. Я ношу мой обычный размер, который я приобретаю в магазине. Это 44-46. Вот видите, насколько различаются размеры. Что китаец привесил, то в общем-то и висит. Стирать ее можно при 40 градусах. Гладить на единичке. Очень миленькая вещь. Очень удобно в ней будет, я думаю, так спать. Ну и по дому вечером перед сном походить тоже не позорно. Очень милая вещь. Рукавчик не длинный. Где-то 3 четверти, 2 трети. Вот как-то так. Ниже локтя, но не достает до запястья. Присмотритесь к этим пижамкам. Действительно симпатичные вещички. И размер мне очень понравилось. Что по размерной таблице размер сел на меня. Просто идеально. Хотя я боялась будет болтаться. Ну да, вот такая пижамка. И теперь давайте посмотрим, что мне пришлось еще приобрести, чтобы получить скидку в 23%. Не прошла я, как обычно, мимо набора из 5 средств. Мне он показался довольно интересным. Как обычно, это бывает у Эйвен. В него входила пена для ванн. В данном случае шоколад и апельсин объемом пол-литра. Хорошая пена. Качественная, недорогая, экономичная. Прекрасно пенится. Обладает приятным ароматом. Пен море. Выбирайте на любой вкус. Про эти пены, я думаю, знают почти все. Ну и многие из тех, кто знает, их еще и пробовали. Второе, что было в наборе, это гель для душа. Дивная сказка из серии Сенс. Этот гель тоже далеко не новый. У многих он был. У меня в том числе. Роскошный аромат сандалового дерева и ванили здесь заявлен. Я чувствую сандал. Такие древесные ноты в ваниле. Не ощущаю вообще. Аромат приятный. Немного горьковатый. Немного горьковатый. Да, аромат классный. Мне он очень нравится. Хорош на зиму, потому что кремовый, кожу не сушит, довольно экономичный. Превосходно пенится, хорошо очищает кожу. Я люблю этот аромат. У меня в запасах, по-моему, еще одна баночка такая есть. Также в наборе был шампунь из серии Нейчерлс. Вот эти шампуни я не люблю. Не потому что они плохие, а потому что просто мне это неинтересно. Единственный шампунь из серии Нейчерлс, который я использую, который периодически приобретаю, это шампунь с манго и имбирем. Шампунь два в одном, который очень сильно сушит волосы. Но у него такой приятный аромат, что я его просто за это обожаю. Этот шампунь я себе не оставлю, потому что для моих волос он не подходит. Он для сухих и поврежденных, а у меня волосы нормальные. Но я отдам его своей маме. У нее как раз такие проблемные волосы. Думаю, ей понравится. Ну, как и это часто бывает у Эйвов, после любого шампуня нужна обязательно маска для волос. Либо ополаскивать, иначе волосы будут спутанные. Также в этом наборе был очищающий гель для женской интимной гигиены с легким цветочным ароматом в объеме 300 мл. У меня когда-то был такой гель. Аромат его мне не нравится. Он не такой уж легкий, цветочный. Он не очень приятный. Но само средство очень даже неплохое. Оно хорошо пенится. Оно достаточно экономичное. Не вызывает раздражения, зуда, пощипывания. Никаких проблем. Очищает кожу хорошо. Единственное, что мне не нравится, что здесь нет молочной кислоты. Но наличие и отсутствие молочной кислоты не для всех принципиально. Хотя если выбирать между интимными средствами от Эйвон или, например, от Арифлейм, то я выберу Арифлейм. Они мне нравятся намного больше. Хотя работают идентично абсолютно. Ну, вот почему-то так. Это средство я однозначно подарю. Я знаю кому. Человеку, которому оно нравится и которому оно будет более полезно, нежели мне. Последнее, что было в этом наборчике, это Фудворкс. Бальзам для ног с минеральной морской солью. Мне это средство абсолютно не нравится. Я считаю, что оно никакое. На моих ногах оно не делает ничего. Подходит только на теплое время года. Не питает. Это заявлено как увлажняющее и смягчающее. Но и даже в этом плане работает достаточно слабо. Но это мое мнение. На моих ногах это средство не работает. Мои ноги довольно-таки неплохо себя чувствуют. Но кому-то оно может и нравиться. Имеет такую гелеобразную текстуру голубого цвета и довольно у него приятный аромат. Но нет. За свои деньги я это покупать точно бы не стала. Также приобрела я в этом каталоге новинку. Если я ничего не путаю, потому что каталога на руках нет. Вот такой гель для душа, живописная Тоскана. Гель этот кремовый, тоже увлажняющий, с довольно странным ароматом. Аромат приятный. Мне он понравился. Но я думаю, что найдутся те, кому он покажется противным. Здесь заявлено нероли и олива. Аромат странный. Я чувствую нероли, некую такую сладость, чуть-чуть горчинку. Может быть это олива, не знаю. Но аромат спорный, очень спорный. Хотя подойдет как женщинам, так и мужчинам. Вот такой мой вердикт. Пользоваться буду с удовольствием, потому что гели от Эйвен из этой серии, они все хорошие. Но вот так вот сходу рекомендовать, конечно же, не стану. Для мужа приобрела я новинку дезодорант антиперспирант из серии On Duty. Максимальный эффект 72 часа защиты. Мне безумно понравился аромат. Это все, что я могу сказать об этом средстве. Как оно пахнет. Пахнет оно потрясающе. Такой сладкий мужской. Ой, просто супер. Вот парфюм бы такой был, я бы его обязательно приобрела. Очень приятный аромат. У мужа была синяя версия, была зеленая. Обе эти версии прекрасно пахнут и очень хорошо работают. Не 48 часов, как там заявлено, но на рабочий день хватает. Плюс ко всему, ни зеленые, ни синее версии не оставляют следов, белых следов на одежде. Надеюсь, что этот дезодорант будет работать так же хорошо. Про 72 часа, ну я думаю, это сказки. Ну попробуем, если понравится, будем покупать и дальше. Также приобрела я себе очередные серьги-пусеты. Называются они Зои и существуют в трех вариантах. Под серебро, под золото и под жемчуг. Ну я, разумеется, выбрала под серебро. Мне нравится такая форма сережек. Мне они идут, они подходят как для тех, у кого длинные волосы, так и для тех, у кого короткая стрижка, как у меня сейчас. Они выглядят очень лаконично, очень симпатично и необычно. За это я их и приобрела. 169 рублей в каталоге одна такая вот пара сережек. Я недавно оценила видео обо всех своих украшениях, но эти серьги туда, разумеется, уже не попали. Но там есть другие серьги-пусеты от Avon, которые вы можете посмотреть в этом видео, но, правда, немного позднее я его вам презентую, скажем так. Так, серьги эти мне понравились, они симпатичные. Летом только что я носить не буду, а так круглый год, наверное, можно их таскать. Ну и последнее, что я вам покажу, это пробник парфюмерной воды Avon Life. У девочек-транссеттеров я уже видела и отзывы на этот парфюм. У Светваконца, у Марины, и Игорь Мушта показывал такой пробничек, и у них разные мнения насчет этого парфюма. Я не знала, буду я заказывать его в полной версии или нет, поэтому решила ограничиться пока что пробником. Марина говорит, что этот аромат похож на Гуччи Флора. Игорь говорит, что ничего оригинального в этом аромате нет. Что могу о нем сказать я? Я склоняюсь все-таки ближе к Игорю. К его мнению на этот счет, у Avon есть более интересные ароматы, более сложные, что ли, более какие-то оригинальные. Например, даже Prima та же самая, вроде бы ничего сложного, но она мне нравится все равно больше. Я уже молчу про Attraction, который более оригинален, или про City Rush, который, к сожалению, сняли с производства. Здесь ничего нового, ничего сверхоригинального я не увидела. Обычный цветочный аромат. Вот эта вот миниатюрка с распылителем стоит 40 рублей. И скидка на нее не распространяется. Вот так выглядит сам флакончик. Что меня немножечко удивило, я не совсем поняла, Кинзо, который приложил руку к этому аромату, он аромат создал или только саму упаковку, да? Потому что в каталоге написано, что он вдохновил Эйвон на создание новой эксклюзивной коллекции роскошных жизнерадостных ароматов. Отсюда можно сделать вывод, что сам он этот аромат-то, в общем-то, и не создавал. Может, я ошибаюсь? У Кинзо-то я уже не спрошу, конечно. Но было бы, конечно, интересно узнать, может, кто-то из вас знает, это его работа, или это его просто упаковочка, да? Потому что в каталоге нарисованы эскизы флаконов. Что касается самого аромата, он относится к семейству цветочно-древесных, хотя древесных нот я там не ощущаю. Ноты, которые там присутствуют, это водная лилия, фиалка и ирис. У Эйвон есть аромат In Love из серии Today, Tomorrow, Always. Там, в этом аромате, тоже есть лилия, но там она очень давящая, очень тяжелая, очень насыщенная. Здесь нет, видимо, водная лилия, она более легкий, имеет аромат. Восемь часов, говорите? Да ничего подобного. Он не держится и получаса у меня на запястье. Сейчас обновлю и расскажу о своих ощущениях. Я им уже сегодня пользовалась, да? Можно видеть, что пузырек-то не полон. Уже несколько раз обновляла аромат, чтобы вам о нем рассказать. Есть чуть-чуть горечи от лилии, но она не такая тяжелая, как в In Love. Это цветочный аромат, никаких древесных нот я не ощущаю. Может, они не успевают раскрыться. Может быть, пробник, это все-таки пробник, а сама по себе версия будет более стойкая и более полноценная, скажем так. Не знаю, не удивляет абсолютно. Абсолютно приятный аромат, я ничего не могу сказать. Он приятный, он весенний, он такой... Ну, не все любят, да, когда ароматы делят по возрастам. Но мне кажется, что он для молодых девочек, не для подростков, нет, ни в коем случае. Ну, для молодых-то, 30-ти, там, до 35-ти, например. Приятный, но ничего особенного. У Avon, я надеюсь, когда-нибудь отдельно в продаже появятся вот такие вот миниатюрки. В составе набора миниатюрка есть, может быть, отдельно их будут продавать. Вот такую миниатюрку я бы приобрела, потому что 10 мл шансов у меня использовать было бы больше, чем полную бутылку в 50, потому что, ну, скучно. На самом деле, скучно. Аромат нестойкий, 8 часов он не держится. Чудес никаких, на самом деле, нет. Любви не случилось. Да, еще хотелось бы вам сказать, что вот здесь, да, есть такая пленочка под ней аромат. Так вот, то, что я получила на запястье и то, что под этой пленкой, это немного разные вещи. Здесь, возможно, идет база, не верхние ноты. Аромат получается здесь более сладкий, чем у меня на запястье. Так что на него, вот на этот аромат под пленкой ориентироваться все-таки не стоит. Если хотите приобрести этот аромат, но не уверенно, стоит это делать или нет, либо попросите у своего консультанта, у него точно должна быть целая бутылка этого аромата, либо пробник приобретите, потому что вот так, знаете, за полторы тысячи, не зная толком аромат его приобретать, ну, это как-то слишком. Все-таки он слишком дорог для своей нестойкости и для своей вот этой простоты. Ну, не знаю. Может быть, дело в этом пробнике, может быть, он не до конца, скажем, полноценен. Не так он наполнен туалетной водой, как большой пузырек, парфюмерный, прошу прощения. Нет, я это точно покупать не буду, но, в общем, свое мнение об этом аромате я уже высказала. Надеюсь, я была для вас интересна, надеюсь, была полезна. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Всем пока!